Музыка Привет народ, с вами я Алекс По итогам голосования в нашей группе вконтакте победила обучалка по флажку И сейчас я кратко и понятно расскажу вам, как же научиться этому элементу Но сперва, нас уже 15 тысяч человек Я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает Спасибо за каждый просмотр, за каждый лайк, за каждый комментарий И всем своим подписчикам Вы лучшие, спасибо, что вы есть Так, а сейчас к тренировке Я не буду говорить о базе, какая база нужна для того, чтобы научиться этот элемент Я скажу так, вам нужно уметь хорошо подтягиваться И чувствовать силу в тех мышцах, которые понадобятся для исполнения этого элемента Какие мышцы здесь работают? Во флажке работают плечи, широчайшие мышцы и мышцы кора Так что для начала советую вам просто тренировать базу То есть подтягиваться на труднике, отжиматься от спола, на брусьях и качать пресс Все, поначалу больше ничего не надо Итак, легче всего изучать этот элемент и исполнять, конечно, на шведской стенке Так что сейчас мы перемещаемся туда Поехали! Итак, первым шагом к изучению этого элемента Вам просто нужно оторвать свое тело от земли И держать его максимально долго Не поднимать вверх, просто оторвать от земли Если поначалу это у вас не очень получается Можно просто помогать себе немного ногами Потом избавляться от этой помощи Но все равно вся нагрузка должна ложиться на верхнюю часть тела Когда вы сможете держать себя так хотя бы 4-5 секунд Переходим к второму шагу Второй шаг это вертикальный флажок С маха или с прыжка выкидываем себе вверх и выпрямляемся И максимально удерживаем такое положение Это уже флажок, но самый простой его вариант Следующим третьим шагом будет опускание с вертикального флажка Так называемый халявный флажок Это тот же флажок, но упрощенный вариант Как он выглядит Он намного проще из-за того, что у вас корпус развернут вверх То есть мы стоим не так, а развернулись немного вверх И за счет этого намного легче делать флажок Также перед этим шагом можете попробовать просто сделать закрытый флажок Следующий шаг это разворот с халявного флажка в флажок ноги врозь Так стараемся держать максимально долго И когда уже сможете держать флажок ноги врозь несколько секунд Переходим к последнему пункту Это сам флажок Просто держа флажок ноги врозь, складываем ноги Все Друзья, на трубе все выглядит точно так же А сейчас подкачка для того, чтобы научиться держать этот элемент дольше Если вы его уже умеете Как выглядит подкачка? В эту подкачку входят все пять шагов вместе взятые Повторяются друг за другом без остановки То есть делаем сначала флажок и держим на максимум Потом делаем флажок ноги врозь, тоже на максимум Потом поднимаем ноги вверх, делаем вертикальный флажок, тоже на максимум Потом сверху опускаемся в изи флаг, в халявный флажок В конце делаем просто подъем туловища на максимум Делая эту подкачку, вы сможете увеличить время удержания флажка Вот и все, друзья Надеюсь, эта обучалка поможет вам научиться этому элементу А пока я иду снимать сразу второй видос Так как на одну-две недели уезжаю И просто не могу оставить вас без видоса На этом у меня все Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Также подписывайтесь на группу ВКонтакте Там, кстати, вы можете влиять на какие темы будут выходить следующие видосы А с вами был я, Алекс Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok